Здравствуйте, друзья! Сегодня мы продолжим тему универсальных инфракрасных контроллеров в системе Home Assistant и поговорим о таком гаджете, как Brawler Link RM Mini 3, который позволит системе умного дома взаимодействовать с большим количеством домашних гаджетов. Модель Brawler Link RM Mini 3. Интерфейс Wi-Fi 2.4 ГГц 802.11 BGM. Частота инфракрасного передатчика 38 кГц, дальность до 8 метров. Питание 5 вольт microUSB. Мощность в режиме ожидания 0,88 Вт. Рабочая температура от 0 до 50 градусов Цельсия. Влажность не более 85%. Размер 55 на 64 мм. Поставляется устройство в небольшой красиво оформленной фирменной коробке. На ней имеется фотография устройства, совместимость с платформами и перечень характеристик. Упаковано все хорошо, по коробке ничего не болтается, приехало все в полной целости и сохранности. В специальном отделении сверху находится кабель питания USB-microUSB. Итого в комплект входит инфракрасный контроллер, напоминающий маленький черный бочонок, на передней стороне которого находится светодиод активности. Кабель питания и инструкция на английском языке. Из того, что понравилось, кабель питания плоский. Практика показывает, что такое удобнее прокладывать от источника питания контроллеру. На задней, относительно светодиодостороне, находится разъем microUSB. Его почему-то сделали вертикальным. Мне кажется, что горизонтальный был бы удобнее. И кнопка сброса. Верхняя часть представляет собой прикрытый полупрозрачным пластиком 360-градусный инфракрасный излучатель. Размещать контроллер нужно так, чтобы между ними управляемым устройством была прямая видимость. На нижней стороне указана модель, серийный номер и параметры для внешнего источника питания, которого, кстати, в комплекте нет. Для первичной настройки контроллера используется штатное приложение Intelligent Home Center от Broadlink, которое пришло на смену e-Control. Устанавливаем и переходим в меню устройств. Из e-Control подтянулся четырехпортовый удлинитель, а вот контроллера RAM Plus почему-то нет. Выбираем класс «Универсальные пульты дистанционного управления». Далее тип устройства RAM Mini 3. При помощи скрепки нажимаем и держим кнопку сброса, пока светодиод не начнет мигать сериями в 3-4 импульса. Далее, все стандартно для таких систем. Приложение ищет новое устройство, которое в режиме сопряжения включает свою точку доступа, коннектится к нему, передает параметры подключения и после этого контроллер перезагружается уже в нужной Wi-Fi сети. Штатное приложение поддерживает взаимодействие с большим количеством типов и моделей устройств различных производителей, но в рамках этого обзора мы рассмотрим интеграцию в Home Assistant. В этом обзоре, думаю, что скоро будет еще один по этой теме, рассмотрим классический вариант добавления устройства в домен Remote. Указываем платформу Broadlink, IP и MAC-адрес устройства при желании его имя. После перезагрузки у нас появляется новое устройство класса Remote, с присвоенным ему именем, указанным в конфиге, или Broadlink по умолчанию. Обучение командам с штатных пультов управления происходит при помощи сервиса Remote Learn Command, в параметрах которого указывается имя обучаемого контроллера, далее в строке Device с какого устройства относится новая команда, в данном примере телевизор, а потом перечень команд для обучения, их может быть сразу несколько, в данном случае три, питание и управление громкостью. Перегружаем скрипты, чтобы они появились в системе и запускаем. На контроллере загорается светодиод желтым цветом. В порядке, прописанном в скрипте, нажимаем кнопки на пульте, включение, громкость плюс и громкость минус. После каждой команды диод мигает, подтверждает прием и после последней команды гаснет. Отправлять команды нужно при помощи сервиса Remote Send Command, в котором аналогично указываем имя контроллера и управляемого устройства, и далее имя вызываемой команды, например, код кнопки Power телевизора. При необходимости, используя параметр Repeat, можно повторять одну и ту же команду, например, тут повышаем громкость сразу на 3 единицы. Если между командами нужна пауза, ее можно указать, применив параметры задержки в секундах. В данном случае, между командами уменьшения громкости будет пауза в одну секунду. Аналогично сервису обучения, в отправке тоже можно передавать сразу серию команд, что позволит автоматизировать некоторые операции, проводимые с культа. В этом примере скрипт отправляет команду вызова меню, дважды нажатие на кнопку Left, а потом код кнопки ОК, делая между командами паузу в одну секунду. Можно сделать отдельную карту в интерфейсе Lovelace, в моем примере вначале идет запуск скрипта обучения. Но можно и не делать скрипты, а сделать сразу вызов сервиса, в котором прописать все то же самое, что и в скрипте, имя пульта и устройства, и указать команду, указывая имя сущности на карточке, тип выполняемого действия и иконку. Аналогично и для команд для увеличения и уменьшения громкости, здесь же можно указывать и количество повторов и паузы. По сути, можно создать карточку копию пульта управления. Мой пример выглядит так. Ссылки на все конфиги, показанные в уроке, будут в описании под видео. Проверка работы отправки команд на телевизор. Следующий пример будет кондиционер. Здесь есть свои особенности. Я использую кондиционер довольно распространенной марки Cooper & Hunter, но я думаю, что этот рецепт может подойти и для других производителей. В чем заключается особенность работы пультов для кондиционера? В том, что каждое нажатие на кнопку, включение, изменение температуры, параметров, скорости вентилятора, жалюзи, оно передает сразу все полностью параметры работы кондиционера. Это и текущий режим, и скорость его работы вентиляторов, жалюзи, интенсивность работы, в общем, все параметры. То есть, каждое нажатие на кнопку передает все полностью, что есть написано на экране пульта. Поэтому, как многие мне и говорили в предыдущем обзоре, нажатие, например, на кнопочку плюс температуры, каждый код уникальный. Естественно, он и должен быть уникальным, так как передаются все параметры. Поэтому сохранять здесь надо не как в телевизоре, там громкость плюс-минус, там или канал плюс-минус, а сразу в готовые режимы кондиционера. Для этого сначала вручную мы настраиваем тот режим, который нам нужен. В примере будет показан обогрев плюс 25 градусов. В том числе и движение жалюзи, и в том числе скорость вентилятора. После этого выключаем кондиционер, и у нас пульт готов для обучения. Мы при помощи кнопочки ON передаем все параметры нашего режима предварительно установленного, и кнопочка OFF выключения. В данном случае выключение кондиционера это в принципе единственная универсальная команда, код которой будет неизменен для каждого режима. Теперь делаем новый скрипт для обучения пульта кондиционера, и создаем две команды. Включение на обогрев 25 градусов и выключение. Команда выключения, как я и сказал, универсальная, ее достаточно выучить один раз. Аналогично обучаем другим режимам, например охлаждению, либо вентиляции. Напоминаю, что все кнопки увеличения и уменьшения температуры, жалюзи, скорости вентилятора, они должны записываться как отдельные режимы, полностью со всеми параметрами. Для получения какой-то обратной связи от кондиционера, можно использовать различные методы. Один из самых простых, это установка на жалюзи датчика открытия, таким образом, чтобы в выключенном состоянии геркон замыкался магнитом, а во включенном размыкался. Пример автоматизации, которая использует такой датчик для контроля состояния кондиционера, и включает его на обогрев, если температура падает ниже 19 градусов. А вторая автоматизация передает команду выключения, как только температура становится выше комфортных 22 градусов. Для ручного управления можно сделать по аналогии с примером для телевизора и карточку в Lovelace. На этом все. Надеюсь, что это видео дало ответы на некоторые ваши вопросы. Если они у вас еще остались, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok